Школы химок сейчас, так же как и во всей стране, находятся на дистанционном обучении. Но не только они. Дополнительному образованию тоже приходится непросто. Ищут всевозможные способы, чтобы продолжать работу с учениками. Героем нашего следующего репортажа стал преподаватель детской школы искусств имени Верстовского. Ксения Брагина, далее. В прошлое занятие мы с вами делали пластику рук у стеночки. Напоминаю, мы делали раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так же поднимались назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Новое задание. Мы переносим нашу стеночку в плоскость перед вами. Не нужно сцен, лишь бы был хороший интернет. Педагог детской школы искусств имени Верстовского Михаил Гаспарян на время карантина превратился в видеоблогера. Каждый день записывает ролики для своих учеников. До пандемии воочию воспитывал юных артистов мюзикла, теперь с уроками ушел в онлайн. У меня очень много классов, и у каждого класса своя программа. И акробатика, и стойки на равновесие проходим, сценическое движение, сценический бой, пластику, пантомимы. Артист должен уметь все. Если скажут, встанем вверх ногами и поем, он должен встать вверх ногами и петь. Сказали, надо жонглировать для спектакля, он должен уметь жонглировать. Видеоуроки Михаил и другие преподаватели школы искусств отправляют ученикам. Те, в свою очередь, скидывают ответные видео с выполненными домашними заданиями. Одна из главных проблем – у сотрудников дополнительного образования пока нет рекомендаций стандартов, как проводить уроки удаленно, в отличие от коллег из обычных школ. Приходится все придумывать самостоятельно. Елена Широкова в школе искусств возглавляет детский эстрадный театр. Рассказывать жизнь преподавателей изменилась полностью. Большинство занятий были групповыми. Теперь же нужно преподать вокал или танец целой группе через монитор. Но главное – проконтролировать каждого. Очень много сейчас появилось нагрузки именно в качестве проверки. Но зато все ребята занимаются индивидуально и имеют сейчас индивидуальный контроль. С наступлением всеобщей изоляции многие постановки пришлось приостановить. Но это только подтолкнуло к тому, чтобы создать совершенно новые спектакли прямо из дома. У нас будет шесть видеоработ в конце этого нашего периода карантина. Первая работа – это у нас будет первый класс рассказывать про свои домашние игрушки. Они там будут и петь, и, может быть, даже что-то и станцуют. Второй класс у нас расскажет свою версию вредных советов. В новых условиях работать всем приходится гораздо больше обычного. Но, признаются преподаватели, это интересный опыт и возможность попробовать что-то новое. Дети такой формат пока воспринимают с энтузиазмом, но все же ждут возможности вернуться в обычный класс. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ.